друзья добрый день вы на канале рецепт вкусной жизни меня зовут настя лосева я сегодня вас приглашаю на свою кухню потому что у нас много заготовок всю прошлую неделю мы собирали жимолость вот как раз вот в этом бетончике она у меня стоит я сейчас мы и покажу я вам сделала обзорный ролик про жимолость какие сорта виды у меня растут и обязательно покажу как я буду за ней ухаживать поэтому если вам эта тематика интересна подписывайтесь на канал в этом году я собираюсь планирую размножить понравившиеся мне кусты жимолости потому что ну потому что в том ролике я все рассказала есть новые сорта которые я посадила и они мне очень сильно нравятся всего показала размеры ягод и все прочее так вот то я году а между прочим мы уже собрали уже 26 литров жимолости и думаю что еще литров 56 мы соберем уже остатки конечно нужно как-то заготовить и сохранить дело в том что жимолость очень хорошо поддается обработки можно сказать и конечно с нее а можно сварить густой джем очень вкусно короче сегодня о том как заготовить жимолости сохранить витаминки для нас на повестке дня густой джем сок делаю из жимолости без термической обработки дальше что мы ее перетрем и заморозим все покажу как я это буду делать итак а давайте начнем ну давайте начнем наверно сока этот рецепт наиболее простой и самое главное что он необычный и так сок из жимолости получается он вот такой посмотрите насыщенного цвета это у меня уже в холодильнике стоит слитый один раз я для такого недолгого хранения просто упаковываю вот в такие бутылочки их ну либо из-под вина бутылки если вы хотите сохранить на более долгий срок сок то я покупаю разовые пластиковые бутылки в мире упаковки или в других магазинах и разливаю вот так но я в последнее время приняла решение не делать надолго то есть я делаю трехлитровую банку из замороженной ягоды поэтому замороженную ягоду как раз я вот и морожу для этого из замороженной ягоды получается быстрее отдает он сок вернее ягода отдает потом я вот так разбавляю он достаточно сладкий если делать один к одному можно делать один к двум то есть на одну часть ягоды две части сахара и получается вот такой сироп вы вы можете в графинчик налить в кувшинчик на стол поставить можно для выпечки использовать самое главное что в нем нет никаких ягод поскольку вот если у вас такие же дети как у меня у меня дети не любят никаких ягод в соках поэтому вот этого вполне достаточно вот такой концентрации видите как получается то есть этого сиропа вам достаточно надолго нужно будет я быстро покажу что нужно сделать для того чтобы приготовить сок уже ягода видите попала так в принципе ничего страшного уберу уберу чтобы заново вам показать смотрите нужно в нам банка я беру трехлитровую банку дальше нам нужно ягода и сахар что мы делаем мы затем берем и пересыпаем я беру два стакана ягоды два стакана сахара два стакана ягоды два стакана сахара значит очень важно мне подписчики некоторые писали что сделали и у них сахар не растворился на дне смотрите первый ряд на дне вот здесь должна должна быть обязательно ягода последний ряд вот здесь сверху должен быть обязательно сахар чтобы он вниз давил и тогда у вас все растворится посмотрите никакого сахара у меня вот здесь на дне нет видите никакого все растворилась прекрасно но я делаю замороженные ягоды то есть сначала мороженые в пакете а потом уже засыпаю сюда значит у вас она буквально через пару часов у меня от ягоды прошу прощения покрасились руки через пару часов ягода немножко осядет и я добавляю еще слой так как у вас сахар крайний я добавляю слой ягоды и слой сахара еще сверху и так у меня стоит с 3 литровой банки получается полтора два литра сока но в зависимости от сочности вашей ягоды вот такой я еще обязательно оставлю в описании под видео ссылку я делала в прошлом году отдельный ролик по этому соку если кому-то что-то будет непонятно пожалуйста посмотрите там будет более подробно или задавайте вопросы итак с соком мы разобрались вот такой сиропчик получился прекрасный можно делать его более концентрированный тут уже как вы хотите то есть на ваш вкус пожалуйста хотите послаще хотите более сладкий менее сладкий как вам нравится самое главное что вы здесь ягоду не нагреваете самое главное что при изготовлении вот такого компотика такого вот сиропа мы не нагреваем ягоды и все витамины в них остаются для меня даже вот такой цвет немножко сладковат я вообще сладкая не очень ем и пью поэтому но очень вкусно кисленько и такой же сироп можно делать из смородины дело в том что мы например в семье смородину едим мало но у нас ее много тоже на даче мы собираем по 20-25 литров и я тоже замораживаю и постепенно делаю вот такие вот сиропы оставлю вам в описании под видео еще ссылку на прошлогодний ролик как я это делаю если будут какие то вопросы пишите самое главное не забудьте вот эту вот очередность это очень важно ну дальше что про сироп я вам рассказала кстати у меня есть телеграм-канал который называется также как и канал на ютубе на дзене это рецепт вкусной жизни заходите подписывайтесь там я размещаю вот эти вот рецепты вот делаю сразу размещаю без монтажа поэтому сразу может быть более оперативно можно их и посмотреть сейчас сироп я убираю и подключаюсь покажу как я морожу ягоду что касается заморозки ягоды посмотрите я делаю это просто вот в таких вот пакетах вот она у меня в быстрой заморозки я делаю пакетах посмотрите она распичатая то есть она не съезживается не сминается ни таким образом это я выпустила воздух видите она очень хорошо сохраняет свою форму после заморозки и вы ее можете использовать эти вот воздух спустила и она сразу осела вот она прекрасно вот вот так вот сохраняется видите ничего с ней не происходит она целенькая кисленькая ее можно бросать в каши в утренние завтраки очень вкусно например банан порезать вот эту вот ягоду ягода кислая а банан сладкий соответственно и даже можно сахар не добавлять можно в йогурты в йогурты я кладу густой джем который варю дальше ягоду если я хочу ее на долгий срок например оставить я смотрите уже замороженную я завакуумировала вот сюда сделала вакууматор у меня вакууматор специально для мягких и этих жидких 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 вещей то есть его можно остановить на определенной мощности и вот соответственно и можно вакуумировать ягоду и вот такую вот ягоду чтобы она меньше занимала место я перекладываю вакууматор и вот так вот для более долгого хранения сюда не попадает воздух и она не пахнет холодильником вас даже может год храниться вот это прошлогодний между прочим сбор который можно и для чая и также перетереть из него также можно сварить варенье в любой момент когда вам нужно если у вас например нет места хранить кучу банок с варенье и еще я перетираю жимолость или жимолость с клубникой в блендере то есть был блендер стаканом заливаю на засыпаю на один стакан ягоды одну столовую ложку сахара можете класть больше сахара можете меньше в зависимости от того насколько у вас кислая или сладкая ягода но поскольку жимолость каждый год бывает разная по вкусу то сказать точный рецепт очень сложно иногда я перетираю ее вместе с клубникой очень вкусно и сейчас я вам покажу как это выглядит вот это как раз у меня жимолость и клубника перетертые вместе как если жимолость 1 перетертая то она более она более темная более темного цвета я не пью с чаем даже не размораживая то есть она такая знаете как щербет прям тянется сейчас можно потом обратно закрыть если вы не всю не доели и положить в холодильник это очень вкусно смотрите какая она ведь она не совсем подмороженная то есть вы можете ее взять она такая как мороженое прям сверху более сок такой зал как сок мороженое знаете замерзает а внутри уже осаживается это больше ну вот вот так вот она выглядит видите вот это вот клубничный сок клубники больше сока это сжималось вот так и спокойно можете пить чай также добавлять выпечку и и очень очень вкусно у нас обычно вот такая маленькая баночка на 1 я замораживаю чтобы то есть это не лазить в холодильник и очень все это вкусненько очень вкусно прям можно вместо мороженого можете вообще замораживать без сахара то есть перетерли ее и сразу вот в такие баночки заморозили так это третий способ изготовления вот такой замороженной ягодки это у меня жималось клубника но вы можете просто жималось и я отдельно жималось отдельно клубнику перетираю и отдельно можно жималось клубника сделать пожалуйста четвертый способ заготовки жимолости у меня будет густой джем но для того чтобы жималось достаточно сочной ягодой чтобы его сильно долго не кипятить чтобы в ней все-таки остались основные витамины которые нам и нужны я варю джема вот в таком котелочке я использую пектин это натуральный яблочный пектин он 10 грамм пакетик рассчитан на два с половиной килограмма сырья то есть здесь написано на килограмм фруктов полтора килограмма сахара но дело в том что я варю варенье не один к одному а меньше соотношения потому что мы не любим сильно сладкое поэтому я на килограмм фруктов беру где-то 800 грамм 800 грамм сахара поэтому сегодня я буду варить на полтора килограмма фруктов я возьму килограмм сахара значит я году для я сразу скажу я году для варенья я не мой я сейчас ее только переберу так вот у меня здесь килограмм и еще возьму половину я году я только перебираю от листиков потому что я ее ничем не брызгаю я знаю что она хорошая целая и необработанная ничем ягода у нас участок далеко от дороги поэтому никаких там лишних примесей нет я уберу только листочки ненужные стебелечки хочу между прочим подключиться показать вот это вот сжимолость вот такая большая это бакчарский великан очень сочная вкусная пока чищу еще половину съела а а здесь у меня килограмм сахара засыпаю я сначала сварю варенье это будет один раз но мне закипит и покипит течение 10 минут вот сейчас я размешаю и поставлю для закипания пектин я буду класть самый последний момент с немножко разведу его в сахаре чтобы он не стал комком и брошу в варенье варенье покипит еще три минуты и можно будет разливать по баночкам и получится у нас с вами густой джем теперь варим варенье варенье которое из жимлости я вчера засыпала сахаром я его проварила и на ночь оставила вот она вот так хорошо пропиталась жимлость очень красивого цвета получается варенье и сейчас мне нужно сюда ввести пектин для того чтобы он не скомковался я просто беру немножко сахара ну здесь буквально три столовые ложки и высыпку высыпаю по норме у меня весь пакетик пектина пектин выглядит вот так ссылку внизу если в вашем регионе вы не можете найти пектин я оставлю где вы сможете его приобрести высыпаю перемешиваю тщательно тогда он у вас комками будет если вы просто пектин высыпите в варенье он будет комочками его сложно будет развести потом тем временем у меня кипятятся баночки для варенья на зиму я делаю в стерильных банках сейчас мы всыпаем сюда сахар с пектином размешиваем будет нагреваться постепенно густеть проварить кипятим 3 минуты и разливаем по банкам вот такое густое варенье у меня получилось к руки все в ягоде у меня сейчас вам покажу тут немножко осталось я уже с блинчиками доела очень вкусно смотрите видите вот такой структуры консистенции вы не добьетесь видите он прям горочкой стоит если у вас не будет пектина нити ну или вам придется варить его там три часа и от жимолости ничего не останется эту же малость я кипятила в течение 10 минут на маленьком огне и потом добавила пектин как я вам показывала и вот такого творения густое видите получается можно сделать его еще гуще первый джем я сделала совсем густой кофеварка отключается а это вот более приятный для еды такой а тот я буду в йогурт использовать ну вот такого творения у вас может получиться видите коп как капает приятно аппетита заготавливайте витаминки и лакомитесь зимой подписывайтесь на канал я буду с вами делиться еще и другими рецептами и смородины будем варить не забудьте зайти и подписаться на телеграм-канал там у меня еще интереснее рецептики прям в прямом эфире показываю поэтому жду вас на своем канале подписывайтесь рада общению и всегда отвечаю на ваши вопросы всем пока